Кайнозой, текущая эра геологической истории Земли, началась 66 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. Название предложено английским геологом Д.Ж. Феллипсом в 1861-м, образовано от греческого и может быть дословно истолковано как «новая жизнь». Краткое обозначение – KZ – используется в научных публикациях. Кайнозойская эра делится на три периода – полиоген, неоген и четвертичный период. В 19XXVV кайнозой делили на третичные и четвертичные периоды. С 2004 года понятие «третичный период устарело», в современной геохронологической шкале его нет. Он включал современный палеоген и неоген. Палеогеография В этой эре континенты приобрели свое современное очертание. Австралия и Новая Гвенея отделились от Гондваны, двинулись к северу и, в конечном итоге, приблизились к Юго-Восточной Азии. Антарктида заняла свое нынешнее положение в районе Южного полюса. Атлантический океан продолжал расширяться. И в конце эры Южная Америка примкнула к Северной Америке. Жизнь в Кайнозойе В истории жизни на Земле массовое вымирание видов 65 миллионов лет назад ознаменовало собой начало новой, продолжающейся сегодня Кайнозойской эры. В результате катастрофических событий тех далеких времен с лица нашей планеты исчезли все животные, размером крупнее крокодила, а уцелевшие небольшие животные оказались с наступлением новой эры. В совершенно ином мире, в Кайнозой, продолжался дрейв континента. На каждом из них формировались уникальные сообщества растений и животных. Кайнозой – это эра, отличающаяся большим разнообразием наземных, морских и летающих животных. Он является эрой млекопитающих и покрытосеменных. Млекопитающие претерпели длительную эволюцию от небольшого числа мелких примитивных форм и стали отличаться большим разнообразием наземных, морских и летающих видов. Кайнозой также можно назвать эпохой саванн, цветковых растений и насекомых. Птицы в этой эре тоже значительно эволюционировали. Среди растений появляются злаковые эра Кайнозоя ознаменовалась появлением первой разумной жизни на Земле человека разумного.